Привет, это наброски. Спасибо, что смотрите. Главное, спасибо, что критикуете. Правильно, пихайте, пихайте мне, если найдете какие-то ошибки. Вот только что за прошлый набросок мне прилетело от вас. Прошлый был посвящен теперь уже скандально известной бегуне из Белоруссии Кристине Тимановской, которая отказалась возвращаться домой под страхом репрессии. Правильно сделала, что отказалась. А ее муж, сказал я неделю назад, вместе с ребенком покинул территорию Белоруссии и переехал на Украину. И вот оказалось, что у ребят детей еще нет. То есть я как бы случайно прозрел будущее. Не знаю, что мне навеяло, откуда, что у них есть дети. Пускай они меня за это простят, но потом сделают много детишек, и это будет всем хорошо. Еще спасибо одному нашему слушателю, постоянному, который прислал вот какую историю. Значит, в прошлом наброске я рассказал про великого советского боксера Геннадия Шаткова, которого заставили по политической части, как коммуниста, члена партии, заставили перейти в следующий более тяжелый вес на Олимпийских играх, 60-й год. И он в этом весе проиграл, оставшись без медали. А мой сынок Витек, которого вы знаете по нашим подкастам на БУТВ, он у себя на радио «Серебряный дождь» ту же историю рассказал про своего дедушку. И вот наши уважаемые слушатели спрашивают, значит, кто из вас, в общем, не прав или врет. Один говорит про дедушку, другой про великого боксера Геннадия Шаткова. И то правда, и то. Дело в том, что Геннадий Шатков, великий советский боксер, это действительно дедушка моего сына Витька. Вот так бывает на свете неожиданно. А теперь к сегодняшнему дню. На днях мне в сети было выложено грандиозное интервью великой Ксении Собчак с не менее великой психологиней Вероникой Степановой. Я так и не понял, где они беседовали, то ли в Мексике, то ли в Москве, но интерьер был абсолютно мексиканский. Два с половиной часа бабских разговоров о любви, том, сём, пятом, десятым, и том, как хмутать мужиков, как ими манипулировать, и всё такое в этом роде. И я ловил себя на мысли, когда слушал, внимательно слушал разговор двух умных женщин среднего возраста, вот таких хороших, красивых. Я думал вот о чём. Сегодня фамилию Собчак все знают, потому что Ксюша, она у нас и кандидатом в президенты была, при полной поддержке президента Путина, она у нас и телезвезда, и писатель, и всё остальное, и жена театрального знаменитого режиссёра, и фильммейкера, и кто угодно ещё. И все знают фамилию Собчак. А вот на этих днях день рождения её папы, Анатолия Собчака, которого современное поколение уже не знает вовсе. А я должен сказать, что, на мой взгляд, не будь Собчака и нескольких людей таких же, как он, то сегодняшней России бы не было. И, может быть, Советский Союз продолжал бы болтыхаться в том жидком дерьме, в котором он болтыхался в конце 80-х годов. Собчак – это такая классическая русская интеллигенция. Она когда-то готовила первую революцию, и 17-го года революцию, потом сидела по лагерям, была расстреливаема чекистами, высылаема за границу и прочее. Так вот, следующее поколение интеллигенции подготовило гибель Советского Союза, может, сами того не желая. И Собчак был одним из самых ярких представителей. Я знал Анатолия Собчака очень хорошо. Я знаю, что сегодня его очень многие ненавидят, из тех, кто помнит. Говорят, что вот он бездарный, он болтун, он пижон, он фраер в своем клетчатом пиджаке, даже называли пиджаки-собчаки, такой барин туда-сюда. Это все неправда от начала до конца. Я объясню вам, в чем дело. Дело все в том, что тогда не было таких законов. Тогда открытая политика только начиналась. Первый съезд народных депутатов – 89-й год в Кремле. Его прозвали «бешенство правды матки». Когда вдруг стали выходить люди с мест и говорить правду. И эту правду показывало телевидение. Днем, в рабочее время, коллективы переставали работать 3-4 часа в день, прямые трансляции съезда, где люди просто говорили все, что наболело за десятки лет. Собчак. И в том числе одним из ярких говорителей был Собчак, потому что, понятно, он профессор Ленинградского университета, юрист. Он умел хорошо и красиво говорить. И народ его, конечно, слушал «А-а-а-а-а-а». Вот так. Собчак. Первый раз Собчак попал на телевидение, благодаря вашему покорному услуге, в очень смешных обстоятельствах. Это было за полгода до того, как он попал на этот съезд, как он стал депутатом. Открытые выборы были тогда. Не то, что сейчас выборы, заряженные на всю голову. Тогда были открытые и свободные выборы, которые он выиграл. За несколько месяцев до этого мы на Ленинградском телевидении, я работал в спортивной редакции, мы решили делать тоже, знаете, такую острую полемическую передачу о спорте. Не голые очки, секунды там, кто куда побежал, кто какой бросок, кто какой прыжок. Нет. Полемическая ситуация. Какие проблемы есть в спорте? Скандалы, расследования. И решили мы сделать очень смелый материал, такой жесткий. Нужен ли нам в Советском Союзе профессиональный спорт? Потому что формально он был запрещен. Профессиональный спорт – это гнилое порождение дикого капиталистического Запада. А с другой стороны, все знали, что спортсмены получали зарплаты. Футболисты, хоккеисты, легкоатлеты и все остальные. И вот, значит, мы решили такую полемику в телевизоре. И нам потребовался юридический консультант. Человек, который знает законы. Откуда его взять? Ведь спортивных юристов тогда особенно не было нигде. Я взял телефонную трубку, снял, позвонил на юридический факультет Ленинградского университета. Говорит, здрасте, представился, мы готовим, вот Ленинградский телевидение, мы готовим такую передачу. И не можете ли вы посоветовать кого-нибудь, кто мог бы нам дать консультацию? Кто хорошо говорит, может не будет стесняться телекамеры, придет. Вот, мне назвали фамилию, вот у нас есть такой профессор Собчак, он интеллигентный человек. Позвоните ему. И дали телефон. Я ему позвонил. Он представился, мы поговорили. Он знал, там меня видел в телевизоре, я там что-то про спорт сообщал. Вот. Очень вежливо. Мы договорились. И он приехал на трамвае. Я его встречал на улице, была такая поганая погода. Он приехал с портфельчиком, скромненько. Мы посидели в приемной телевидении, значит, что-то поговорили, даже не в приемной, а в холле. Потом расстались, потом сделали запись. Единственное, что я себя ругаю, что не удалось сохранить эту пленку с появлением Собчака, где он рассказывает о проблемах профессионального спорта в России. Я гадом буду, я не помню, он был за его или против этого профессионального проклятого спорта. Но я считал себя, что мы уже тогда хорошо познакомились. В общем, и даже потом созванивались. Проходит несколько месяцев, и Собчак становится депутатом Верховного Совета. Тогда как раз, ровно тогда возник Путин. Эту историю все знают. Путин служил в КГБ, Путин служил в Восточной Германии, в Дрездене, кажется. И он вернулся и был назначен на тихую должность в университете. Помощник проректора по международным делам. Помощник проректора по международным делам. Чем занимался проректор? Всеми международными делами, в том числе и связанными с КГБ. И офицер КГБшный по фамилии Путин был при этом проректоре. И вот каким-то образом они познакомились. Об этом много раз рассказывал сам Путин. Собчак его пригласил в помощники. И так они, в общем, на всю жизнь остались вместе. Началась слава Анатолия Александровича Собчака. Он депутат. Потом голосует. Он тут же в Питере становится председателем горсовета. И потом, без практически альтернативы, он становится мэром Ленинграда. Заканчивается советская власть в 1991 году. И мэр – это человек, который занимается хозяйством. Мэр – это человек, который занимается гнилыми трубами, отсутствием продуктов в магазинах. А с продуктами был полный швах. Разрушающимися дорогами. А в Питере – болотистая почва. Дороги летят за одну зиму. Вылетают ужасные становятся. Весь комплекс житейских проблем свалился на Собчака. Весь. И постепенно его слава с годами стала тускнеть под напором вот этого житейского абсолютного дерьма. Ну а куда от него деваться-то? Ну это же ежедневная жизнь города. И мэр за это отвечает. Одно дело – политика, депутатство, трибуна, стратегические вещи, законы. А другое дело – канализацию чинить, которую прорвало, и дерьмо выливается на улицы. При этом Собчак вел жизнь светскую. У него молодая жена, тогда еще совсем молодая, красивая Люся Нарусова. Она сотрудник Института культуры. У них светское общение. К нему, к Собчаку, тянутся артисты знаменитые. Растропович и Вишневская приезжают. Они вместе встречают Новый год. Он беседует с писателями. Он, в общем, становится явлением культурной жизни. А многим это не нравится. Потому что в городе и бандитизм, и то самое дерьмо из труб, и нищета. В общем, весь набор 90-х годов. Все, что хотите. И такой красивый человек в пиджаке. Мэр. И постепенно, постепенно Слава Собчака стала клониться к закату. Я наблюдал его в середине 90-х годов, когда предстояли выборы новые. Это был 96-й год. Вот еще никто не знал, что Путин будет. Еще до этого было долго. Новые выборы хозяина города. Только уже не мэра, а губернатора. Так получилось, что из всех кандидатов один остался против Собчака. И это был его зам Владимир Яковлев. К Яковлеву многие плохо относятся и по делам, потому что он вел кампанию против Собчака, даже не уйдя с работы. Но если ты заместитель, ну ты уволься, подай заявление об уходе, уйди на вольные хлеба и тогда уже конкурируй. А что ж ты, находясь здесь же в команде, одновременно работаешь против? Этого ему многие не простили, включая Путина, Кудрина и всех остальных собчаковских ребят. И вот в телевидении ленинградском была тогда такая прямая телепередача, называлась «Час мэра». Можете себе сегодня представить, сегодня, вот в сегодняшней России, прямую передачу, когда какой-нибудь мэр, губернатор или президент напрямую разговаривает со зрителями, которые без цензуры напрямую задают ему вопросы. Не заряженные клоуны, как сегодня это происходит на прямых линиях президента Путина, когда все вопросы сто раз согласовываются, там визируются и так далее. А впрямую. Сегодня это невозможно. А тогда это было вполне нормально. Была такая компания «Союзконтракт», колоссальная. Они разбогатели мгновенно на поставке куриных окорочков. Старшие помнят, что это такое куриная окорочка. Ножки Буша их называли, из Америки пароходами присылали. Ребята разбогатели мгновенно, стали чрезвычайно влиятельными, полезли в политику, просто уверенно пошли. И на тех выборах 96-го года питерского губернатора «Союзконтракт» финансировал и Собчака, и Яковлева. На всякий случай как бы. Бил по двум целям. В любом случае, зная, что кто-то выиграет, и они как спонсоры останутся в большом порядке. Ребята из «Союзконтракта» один раз позвонили мне и попросили помочь Собчаку. Он в этой передаче «Час мэра», про которую я сказал, выступал перед народом. Сидеть Анатолий Александрович любил, слегка развалившись, вот так, в пиджаке в своем, часто клетчатым. А такая поза, она сама по себе не очень выгодна для выступающих, потому что она демонстрирует некоторую небрежность. И никто не мог ему этого подсказать почему-то. Меня попросили помочь, я поговорил с мэром, и говорю, «Анатолий Александрович, давайте так, во-первых, будет сеять по-другому, во-вторых, мы поставим вам кресло с прямой спинкой, чтобы вы не откидывались назад, и дадим ведущего». Он согласился. Никаких шестерок рядом не было, никаких пресс-секретарей, никаких замов, никаких по безопасности, пресс-служб. Да упаси ты, Господи, им напрямую поговорили три минуты, и все, время было такое. И я в качестве ведущего этой передачи посадил молодого, зажористого, наглого, самоуверенного, но интеллигентного, талантливого парня Дмитрия Губина. Это известный публицист, он сейчас в Германии живет, в интернете есть его канал, Дима Губин. Первый раз в телевизоре. И ему сказал, «Дима, садишься и задаешь те вопросы, которые тебе интересны, и включаешь звонки зрителей». И Дима сел, ничего не боясь, и понес на Собчака. Он стал ему задавать прямые вопросы, почему дерьмо льется по трубам, почему бандитизм, почему грязно, почему нет дорог, весь набор вопросов каждый день, которые волнуют жителей. И тут Собчак завелся. Это было очень классное зрелище, потому что вдруг исчезла вот эта его манера такого вещания. Он собрался, тем более сзади спинка кресла не откинешься, подался вперед, плечи так как боксер, перехватил инициативу и начал добивать несчастного молодого Губина ответами на все вопросы, потому что он же был в курсе, он знал, что в городе происходит. Вы здесь не правы, здесь мы сделали то-то, там мы сделаем это, а вот это я согласен, но тут мы разберемся, у нас сейчас этот человек будет... Он выглядел бойцом! Бойцом! После эфира был страшно счастлив, сказал, все, отлично, работаем в том же духе, через неделю новая передача, я приезжаю, все, отвечаю. Проходит неделя, приезжает Собчак на телевидении, мы с ним встречаемся, я как продюсер, он как герой. Он отводит меня в сторону и говорит, слушай, ты знаешь, а давай вот уберем этого молодого Губина, ладно? Я так с Людмилой поговорил, и как-то сам подумал, он на меня нападал, как-то критиковал, чего-то там. Я думаю, этого не надо, давай без него, может быть, ты вместо него сядешь? Я сказал, нет, это не моя работа, политическая такая журналистика. Нет, я не согласен. Говорит, а тогда давай я буду один. И в этот момент я понял, что ничего не получится, потому что Собчак попросил поставить ему более привычное кресло, сел у него так, расслабившись, и стал вещать в своей старой манере, которая работала против него. Прошло немного времени совсем, пришли выборы, это был май 1996 года. Люди, которые руководили предвыборной кампанией Собчака, звались Владимир Путин и Алексей Кудрин. Они под самые выборы, последний уже день выборов, организовали гигантский митинг по Дворцовой площади. Мы когда-то рассказывали об этом митинге гигантском, на котором все кричали «Собчак, Собчак», включая ведущего Диму Нагиева. Но Собчак проиграл. Копейки совсем, чуть-чуть, но проиграл. Хотя все средства массовой информации петербургские были, в общем-то, заточены под него. Чего ж тут скрывать-то? Он проиграл сам, фактически. И началась другая эпоха. К власти пришел Яковлев, которого некоторые называли водопроводчиком, он действительно по коммунальному хозяйству. Человек, который, в общем-то, не очень хорошо на тот момент говорил по-русски. Но человек умный, толковый, деловой во всех смыслах. Еще раз говорю, во всех смыслах очень деловой. В конце концов, достаточно самоуверенный и наглый, раз он пошел и выиграл выборы. А у Собчака начались большие проблемы. Довольно быстро. Совсем быстро. Скажу вам сейчас одну историю, которую никто не знает. Через два месяца после выборов, когда Собчак был никто, уже никто. Бывший мэр. Жена его, Люси Нарусова, на тот момент была депутатом Госдумы. Был какой-то прием в Питере на теплоходе. Давал его Яковлев, новый губернатор города. На моих глазах произошло вот что. Приезжает Собчак с Нарусовой. При входе стоит охрана на этот теплоход. Стоят какие-то дамы-шестерки, эспресс-службы. Ну, знаете, вокруг всегда. При власти много шестерок. Вот какие-то дамы, которые увидят Собчака, говорят так, этого не пускать. Говорят они охране. Этого не пускать, говорят бабы, которые за три месяца до этого лебезили перед Собчаком, ползали просто как змеи под ногами, просто прогибались. Не пускать этого, он никто, он нам не нужен. Надо было видеть лицо Анатолия Собчака в этот момент. Тут появился Яковлев, который увидел это и, надо сказать, повел себя по-мужски, сказав, немедленно пустить. Немедленно. В конце концов, приехала депутат Государственной Думы Нарусова. Она приехала с супругом. Жена одна поедет на прием. Их пропустили. Но это лицо Анатолия Собчака я никогда не забуду. Колоссального унижения и раздавленности. Он ожидать такого не мог. Потом прошло время. И в 97-м году его чуть не посадили в тюрьму. Произошло это прям среди бела дня на улице. Его чуть не упаковали менты, которые просто остановили его машину. И в последний момент удалось вызвать скорую помощь, поскольку Собчак был человеком с больным сердцем. Удалось его отправить на скорой в больницу. И следователи там или опера уехали ни с чем. Он проходил по делу о недвижимости, свидетелям. Там привязывали к этому делу его старшую дочь. Короче, у людей, которые хорошо относились к Анатолию Собчаку. Началась забота, началась операция по его спасению. В частности, ему очень помог руководитель одной медицинской структуры в Питере, клиники. Человек, которого зовут Яков Накатис. Он и сейчас здравствует, дай бог ему здоровья. Спасал очень многих людей. Сам переболел только что ковидом в тяжелейшей форме, но продолжал руководить клиникой. В этой клинике находился и Собчак одно время. А потом его удалось на частном самолете переправить во Францию. И этим занимался уже Путин. Потому что был 97-й год, и Путин уже работал в администрации президента России, в администрации Ельцина. Никто не знал, что Путин станет президентом на тот момент. Но помочь своему патрону бывшему он сумел. У него было достаточно ресурсов. Собчак на два года уехал из России. Он появился в 99-м году, летом, когда Путин был уже директором ФСБ. А директор ФСБ, как вы понимаете, это не фунт изюма. И Собчак мог спокойно возвращаться. Ровно через две недели после этого Путина назначили премьер-министром. 99-й год. Казалось, что у Собчака начнется новая биография. Ну как, его ученик, его вечный заместитель, первый заместитель, мальчик, которого он поднял в политику, становится первой фигурой. Он был премьер-министром, понимали все, что он будет президентом. И Собчак, конечно, рассчитывал на новую политическую карьеру. Например, он видел себя на посту председателя Государственной Думы. Вполне вероятно. Почему нет? Он юрист, опыт колоссальный. Выборы много раз проходил. Но было не суждено. И в феврале 2000 года, во время пребывания группы политических деятелей в Калининградской области, в Светлогорске, он умер от сердечного приступа. Было колоссальное количество слухов. При каких обстоятельствах он умер, да почему он умер там, да кто рядом с ним был, да кто был у него в номере и так далее. Даже нумерологию подключили, потому что он умер 20 сентября 2000 года. 20-02-2-0-0-0-0. Понимаете, да? 2-0-0-2-2-2-2-3-0-0. Вот, дескать, за этим что-то стоит мистическое. На похороны приехал Путин, помню эту картину, сидит убитая Людмила Нарусова, сидит рядом Ксюша Собчак, с которой мы начали, и сидит Путин. И в одном из интервью тогда он сказал, это убийство. Прошло 20 с лишним лет. Что имел в виду тогда Путин, на тот момент еще не президент, а кандидат в президенты России, так никто и не узнал. И вот прошло эти 20 лет, и сегодня фамилию Собчак вспоминают, в первую очередь, в связи с Ксенией Собчак. А Анатолия Собчака постепенно забывают. Наверное, это судьба любого политического деятеля, который не захватил в стране власть. Продолжение следует...